Огромный привет! Мы приехали к бабушке, сейчас только проснулись с папой, съедем, идем в магазин, потому что город очень маленький, пополним телефонный счет папе, вот, и поедем бабушкой на кладбище, я думаю, что уже в среду будем отсюда уезжать. Да, соберем вещи все необходимые и уедем. Такой, на улице здесь прохладно, здесь вообще 7 градусов, поэтому очень хорошо, что я взял мастерку, потому что если бы я ее не взял, то здесь реально просто-напросто замерз. Такой вот, видите, двор наш, такой как маленький переулок. Городок вообще очень маленький, я не знаю, сколько населения здесь, я не буду врать. Да, вот эта бабушка, видите, живет в центре вот здесь, вот, а вот там балкон, там бабушка на балконе видит. Боже, чуть не впал, там такая дарыща. Вот, а мы сейчас пойдем в нем искать, где можно пополнить счет. Очень много новых домов, да, построили? Да, там красиво построили, да. Раньше не было ничего этого, а сейчас очень много. Идем вот так вот, пройдемся через это, ты памятник еще покажу. Там, что я звук убил. Где? Она говорит, что я знаю, что ты у нас из табелок, ты был прямо на даму, а вот тут, из табелок, и ватку. Видите, папа здесь зубы говорит, где? Ну, честно вам сказать, ничего не изменилось, потому что все как было, так и есть. Ну, только вот, может, построили новые какие-то постройки, да, вот это то, что новое, скажем так. Товары с Италии. Одно, что мне нравится, знаешь, что от нас садили елок очень много, туй, вот таких хвойных очень много, особенно здесь, потому что раньше этого всего не было. Вот видите, это получается, вот выходишь из дому, да, и вот уже получается центр. Вот не было раньше вот этих туй, были только вот такие деревья, центр достаточно такой маленький, тут, в принципе, сильно не раз... Да, а это сделали такую роспись, и вот тут раньше был такой балкон, и все было в цветах. Сейчас уже, наверное, не видно, да. Увидите, какой красивый балкон. А так, когда днем, то оно все-все-все. Так, это памятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Он, в принципе, здесь и был, да. Вот это, видишь, что мне нравится, что сделали вот эти елки такие, да, посадили такие эти. Тут всегда разные там мероприятия, концерты проходят, если кто-то приезжает. Ну, мало молодежи, большинство уже старшие люди. Фонтан такой, ну, он уже старенький, конечно, этот фонтан, никто не делает. Вот раньше таксисты стояли, там церковь вот у нас, это тоже центр. И вот тут, видишь, тоже очень много разных цветов сделали, тоже не было вот этого. Сейчас идем в гастроном сюда. Вот, и тут пополним счет. Ребята, прям на улице стоит холодильник со скидкой. И машинка стиральная. Не, это на 5 килограмм. Вот видите, 5 тысяч. Похожее, как у нас, но я заплатил 7, по-моему, да. Такой у нас больше. Ну, я такой первый раз вижу, чтобы так вот на стенде на улице стояло. На улице стояло. Просто, да. Это гостиница такая самая центральная, то есть тут больше нету. Вот гостиница в Смарах. Да. Такая, вот 900 гривен не выше номера здесь стоят. Ну, и тут, мне кажется, должны быть автоматы, которые пополняют счет. Ребята, мы пополнили счет. Решили посмотреть. Тут такой маленький рынок есть. Но сегодня воскресенье, он, наверное, скорее всего закрыт. То есть только вот возле рынка что-то продают. Ну, все. Вот такой. Тоже центр. Ну, тогда нам толку идти, если он закрыт в воскресенье. Или, ну, давай посмотрим. Ну, видишь, киоски там закрытые, значит, вот. Вот это такая сель. Ой, сыр, молоко. Купайте что-то молочное кло. А, вон. Вот грибочки продают. Это сыроежки. Это голубинки, жарите просто. По чему ваши голубинки? 20 гривен. Забирайте все. Берите смотану, хлопцы, молочко. Да, нет, дякую. Это сыроежки. Кто не знает голубинки, то арбузы. О, чё было. О, фрукты, овощи. Ну, я пойду вам отдельно на рынок, потом сниму, покажу, потому что пока сегодня рынок закрыт. Давай в центре. Ну, ничего такого не могу вам показать. Так, ну, мне нравится, знаете, когда такие какие-то воспоминания с детства. А вот сам рынок, ну, он, видите, закрыт. А там еще через 5 години. А мы зараз все походим даже, ходим в Каты. Аптека. А дальше я, конечно, продавал, но сегодня вот эти киоски закрыты. И потом я вам обязательно покажу, где когда-то раньше был я. Что, будет Игорь? А Игорь, говорю. Через полчаса в Малугу 20 центров. Он сегодня долго. Сегодня не так свежий. Тоже кусочек, видите, центра. Вот этих заборов не было раньше. Падет, подчекайте. Да, конечно. 27. Конечно, не то. Все не то. Все по-новому. Да, совсем другие люди все уже постарели, выросли. Уже мало кого вспомнишь. Чекай, а что ты хотел купить? Зажигалку хлорку. И что? Хлорку. А, ну так давай в эту копейку зайдем. Мне кажется, что здесь оно, да? Да. Это магазин папа хочет купить. Мой еще. Ну вот, это хороший магазин. Тут можно всякие штуки посмотреть разные. Ты же моющие хотел, да? Мы хотим отмыть туалет. Подушки продают. У нас тоже очень много в Днепре таких магазинов. Судочки. А вот. А что именно ты для чего хотел купить? Это для туалета. Или ты хлорку хотел? Ну, это... Вот это хорошее, чем... Ну, да. Не, бери, бери. Это оно без разницы. Но все одинаковое. Одинаково? Ну, да. Бери вот этот. И что еще? Хлор. А, вон. Белизна. Вот оно. Ну, это чисто чудо, чи что-то, а? Ну, это же оно, хлорка, да? Вот белизна, бери. Вот это чисто чудо написано, да? Вот это оно, да? Да, это хлорка. Ну, это же хлорка. Все или еще что-то? Сейчас, сейчас, сейчас. Не, шоки. Ну, сегодня воскресенье сегодня почти все закрыто. Поэтому много мы купить ничего не можем такого. Что надо вот хлорку это вымыть, квартиру перед тем, как уехать. А где, и здесь покупать надо? Приехали на кладбище. Центральное. Тут бабы. Второй сын. Какой вон. Такой большой. А, тут прям здесь можно покупать, да? Собачка. Привет. Какой ты красивый. О, тут хорошо, да? Тут хорошо. Ну, давай-то я пойду куплю. Я рюкзак в машине оставлю. О, еще одна собачка. О, сколько тут собак. Такие красивые памятники вообще. С Днепря таких я не видел. Мусор, видите, тоже есть. Вот зашли в магазин тут сбоку есть, возле кладбища. Купили вот такую вот свечку за 60 гривен. Видите, большую. Потому что эти маленькие свечи, они быстро сгорают. Вот это мы. И тем более вот это от ветра хорошее. Правильно, сейчас пойдем. Получается, у папы брат родной. И бабушки второй сын. Я вас прошу, напишите плохие комментарии. Потому что пока бабушка еще не разводит. Но мы ее заберем. Уже купим все, что надо. Это у него какая-то болезнь. Нет, это не червяки. Это у него, видите, болезнь какая-то. Такие маленькие опухоли-то выскакивали. Это иду со свечкой. Пока много влогов не снимаю, потому что еще много чего надо сделать. Еще пока вещи все сложить. Я думаю, что уже в среду, в четверг уедем. В принципе, много не надо ничего забирать, потому что там у бабушки мало осталось. Что, что сюда? Да, бабушка показывает, говорит. Бабушка показывает. Тебе, говорит, что красивая очень такая оградка. Я вам желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Ну, удачно нам потом, конечно, обратно добраться. Я еще хочу пойти там на озеро посмотреть. Ну, такое, знаете, воспоминание делать-то. Все, всем пока. Продолжение следует...